друзья всем привет сегодня у нас жилой комплекс домашний работаем по нашему дизайн-проекту и в этом видео покажу вам что у нас получилось сейчас давайте пройдемся по квартире и в деталях посмотрим что у нас получилось сейчас мы находимся в коридоре позади меня входная дверь по левую сторону вход в ванную комнату здесь у нас большое зеркало для того чтобы оценить свой вид перед выходом из квартиры сюда чуть позже приедет небольшая консоль это маленький столик на который можно положить ключи телефон а также всякие интересные вещи которые постоянно хранятся в кармане здесь у нас шкаф для верхней одежды он открытый сделано специально для того чтобы был максимально быстрый доступ зашел повесил одежду входите в квартиру по правую сторону вас сразу выключатели мастер и выключатель и выключатель света коридоре здесь у нас как вы видите керамогранит и чуть дальше у нас уже пол из кварц виниловой плитки сделаны вот такие декоративные рейки для того чтобы визуально отгородить помещение коридора и гостиной то есть так мы часть простенка закрыли чувствуется легкость но при этом у нас помещение максимально разделены по левую сторону от меня два больших шкафа и здесь у нас спрятались все инженерные коммуникации управление системой отопления слаботочный щит и силовой шкафы у нас открываются при помощи нажатия и вы можете увидеть здесь щиток здесь все автоматы подписаны чтобы понимать какой потребитель за что отвечает из коридора попадаем в гостиную здесь у нас стоит удобный диван телевизионная зона и как вы можете видеть эта часть стены выполнена в полупрозрачном виде сделано это специально для того чтобы свет из маленькой комнаты попадал в гостиную чтобы это помещение не теряла свой функционал и в ней было удобно и комфортно находиться установлены и вот такие деревянные рейки они визуально отгораживают помещение делается для того чтобы создать определенную камерность для помещения вы видите что очень много пространства и без этих элементов это было бы просто большая площадь который было бы неуютно находиться через пару дней приедет телевизор мы его смонтируем и гостиная будет завершена на сто процентов сейчас мы с вами проходим мастер спальню где у нас стоит 2 скрытого монтажа по всей квартире у нас стоят двери скрытого монтажа высота у нас 240 по правую и левую сторону вы можете видеть встроенные шкафы и часть выполнена в прозрачном виде с подсветкой здесь можно поставить всякие статуэтки награды то есть и вещи которые хочется показать всем кто приходит к вам в квартиру мастер спальня и посмотрите какую идею мы здесь реализовали центре у нас установлена кровать слева и справа по классике у нас тумбочка розетки выключатели выключатели можно выключить индивидуальный свет для каждого участника а также можно выключить свет во всем помещении здесь у нас возведена легкая конструкция из гипсокартона обшита панелями mdf а за этой конструкции у нас расположилась гардеробная с полупрозрачными дверьми мы их специально затонировали для того чтобы не было видно что находится за дверцами очень большое пространство получилось для хранения вещей то здесь можно вполне спрятать вещей на 3-4 человека это под самый потолок двери у нас раздвижные есть полки есть вешалки для верхней одежды для удобства нахождения мы смонтировали рекуператор то есть он программируется при помощи приложения настраивается его работа также здесь смонтирован туалетный столик то зеркало под самый потолок встроенная подсветка виде профиля который вложена диодная лента и приглушена специальной накладки которая рассеивает цвет далее у нас идет мебельная конструкция и шкаф с полупрозрачными дверцами слева от шкафа разместили вот такой светильник посмотрите как он интересный выглядит фактура как будто это фольга сделано по старину очень классно смотрится то есть его можно включать отдельно от основного света оставлять только его так сказать ночник и идем дальше проходим через кухню-гостиную и попадаем маленькую комнату маленькая комната выполняет функцию кабинета здесь у нас есть и шкафы рабочий стол большое количество полок открытых и закрытых а здесь удобный диван на который можно присесть отдохнуть и заново включиться в работу здесь также стоит система рекуперации для того чтобы в квартире в каждом помещении был хороший свежий воздух и в квартире можно было комфортно находиться не забывайте делать ниши под шторы сейчас при устройстве натяжных потолков делается перегиб и вся эта конструкция очень легко выполняется то есть не надо штукатурить потолок там наклеивать гвл на всякие смеси это можно сделать на этапе натяжного потолка кстати натяжной потолок здесь весь теневым профилем вот видите небольшой зазор по периметру это у нас теневой профиль он смотрится намного интереснее нежели забивать щель и помощи резинового штапика проходим из комнаты и попадаем на кухню здесь у нас расположился стол на 4 персоны посмотрите какая ковка очень классный стол очень дорого и стильно смотрится и здесь у нас угловая кухня естественно кухня сделана по правилам рабочего треугольника мы с вами открываем холодильник достаем еду кладем ее на стол моем режем жарим едим просто как в сказке что скажете напишите пожалуйста в комментариях свое мнение фартук выполнен из керамогранита размер 60 на 60 и цвет мы выбрали специально темный для того чтобы он выделялся и не сливался с кухней кухня сделана под самый потолок мы сначала монтировали всю кухонную мебель здесь у нас стоит верхняя планка только потом уже монтировали натяжной потолок по поводу подоконника вот сейчас до сих пор стараются сделать так чтобы торчали ушки вот когда торчат ушки у подоконника это 19 18 век то сейчас правильная история это когда мы делаем заподлицо с откосом и цвет подоконника выбран черный для того чтобы это все совпадало с конструкции которая расположилась за окном специальное место для корзины которые используются как наружный блок для кондиционера и сейчас у нас осталось одно помещение это ванная комната и давайте в нее быстренько залетим проходим по коридору заворачиваю направо открываем дверь скрытого монтажа и попадаем в ванную комнату здесь у нас система инсталляции доступ ко всем инженерным коммуникациям гигиенический душ вот эта мебельная конструкция она выполнена под заказ сверху у нее стоит накладная раковина встроенные смесители зеркало естественно с освещением при помощи клавиши мы включаем и выключаем свет здесь у нас стоит ванна и по правой стороне у нас два больших шкафа для того чтобы спрятать все необходимые принадлежности для ванны здесь у нас смонтирован электрический полотенцесушитель стиральная машина находится под тумбочкой не забываем про нишу для ног под ванной вот такой проект у нас получился все ваши вопросы пишите пожалуйста в комментариях либо по номеру whatsapp который оставлю в описании к данному видео спасибо что досмотрели роли до конца всем пока